В первом полугодии 2016 года резко сократилось число квартир, в домах строительство которых только началось. Эта информация содержится в отчете Центрального статистического бюро Израиля. И все это в условиях нехватки квартир, что в свою очередь приводит к росту цен на недвижимость. Возможно, решение этой проблемы вовсе не в законодательных инициативах, а в технологиях. В частности, в технологии 3D-печати, позволяющей сегодня не только мелкие детали производить, но и дома строить. Итак, наша рубрика, посвященная интересам потребителей и другим экономическим вопросам. В студии со мной доктор Вилли Авраам. Доктор Авраам, здравствуйте. Добрый вечер. Они появились еще в 80-е годы. Их использовали в промышленности, чтобы делать прототипы, модели. Сейчас рынок для этих товаров расширяется, и оборот продажи 3D-принтеров достиг 16 миллиардов долларов. Они позволяют делать все. От стаканов и игрушек до домов и автомобилей. Во-первых, в качестве сырья они используют так называемый жидкий пластик. Его производят машины, заправляют в принтер. И этот материал можно отформовать при помощи компьютерного процессора. Сегодня можно скачать из интернета банк 30 тысяч форм и использовать их, если у вас есть принтер. Принтер с лазерной установкой. Класс. На каких производствах уже используют 3D-принтеры? Ну, начнем с того, что еще в 2014 году был проведен опрос, из которого следует, что треть компаний как-либо испытывают эту технологию, еще треть используют, но не для массового производства. 3-4% компаний применяют эти принтеры для производства своей продукции, которую невозможно изготовить другим способом. Например, корпорация General Electric собирается приобрести две крупнейшие компании. Это будет самая большая сделка в истории 3D-принтеров. И если General Electric приобретет их, то увеличится производство. Да, 3D-принтеры в строительстве используются. Знаете, это очень интересная тема. Не так уж много в мире компаний, которые занимаются строительством с помощью принтера. Есть одна компания в Китае, достаточно известная. Сегодня есть некий сайт, за которым стоит некая фабрика. Она занимается формованием бетона, завозит это на строительную площадку и строит небольшой домик. За 24 часа строится такой вот домик, стоимость 5000 долларов. Для того, поскольку блоки делает принтер, не нужно много рабочей силы, не нужно... Это то, что наши зрители сейчас могут видеть у себя на экранах. Да. Не требуется также излишнего количества сырья. И в сегодняшнем строительстве, когда мы вселяемся в квартиру, мы приглашаем электрика, инсталляторы и так далее. Но можно изготовить бетонный блок со всеми необходимыми отверстиями, со всеми необходимыми подводками для инфраструктуры. Соответственно, это сокращает потребность в рабочей силе. Сейчас у меня есть сюрприз для наших зрителей. Я хочу показать трехмерный продукт, который весь изготовлен на трехмерном принтере. Мой студент, который изучает бизнес-менеджмент у меня, он изготовил многослойную игрушку. Удивительно, что только с этим нельзя сделать. По отдельности сделать каждую деталь и соединить, это же практически невозможно, верно? То есть это не разбирается, это уже цельная... Да, это такая головоломка. Тут есть колеса, тут есть зубчики. Выбираете цвет и получается... Интересно. Ну, а какие преимущества есть у 3D-принтеров в целом? Ну, начнем с того, что он экономит очень много рабочего времени. Все, что нужно, скачать файл и... Кроме того, можно напечатать себе некий продукт, которого больше нет в продаже. Пришли в магазин, увидели, что нет, напечатали. То же самое с обувью нестандартного размера. Хватит бегать по магазинам, искать, заказывать. Что хотели, то и напечатали. Протезы. А более серьезная тема — это протезы. Я думаю, что можно увидеть... Например, такая редкая ситуация. Орел, в которого выстрелил охотник, и орел больше не может есть. Ему сделали на принтере часть клюва, которая позволяет ему питаться. Если не ошибаюсь, то сейчас разработки ведутся просто делать на 3D-принтерах специальных органов человеческих, для того, чтобы их пересаживать людям. Да, это будет в недалеком будущем. Можно, например, изготовить уже сегодня нос, ухо. Можно изготовить... Можно изготовить протез, который не будет вызывать у организма сопротивление и отторжение. Это новая эпоха, в которой просто нет границ для наших возможностей. Но вообще и будущее вроде такое прекрасное и замечательное, но не может быть, что все так хорошо. Какие недостатки? Ну, во-первых, энергия. 3D-принтер очень энергоемкий инструмент. Соответственно, повышается уровень загрязнения окружающей среды. И сегодня простой 3D-принтер стоит между 500 и 13 тысячами шекелей. Но есть принтеры и за миллион долларов. То есть это требует значительной инвестиции. Но можно быстро вернуть потраченные деньги. Хорошо. Ну, а какие преимущества обычным потребителям может дать 3D-принтер? Ну, сегодняшний потребитель может прийти в магазин и купить некий продукт. Что делает принтер? Она может создать ситуацию, когда люди перестанут выходить из дома. Зачем? Ввел файл, нажал кнопку, и все. Товар готов. А у нас, например, люди ходят в торговые центры проводить фринги. Понятно. То есть поэтому, наверное, не все захотят купить себе. Помимо высокой цены еще и вот эта составляющая, которая остановит людей, они не захотят покупать 3D-принтеры. Да, я полагаю, что будет достаточно много людей, которые это купят, но многие не купят, притом имея финансовую возможность это купить. Потому что этим людям важно выходить на улицу, выходить в свет, выходить в торговый центр, не хотят проводить всю жизнь у компьютера. Какие вызовы это бросает производителям? Сегодня мы зависим от производителей. Я хочу себе обувь определенного размера, определенного вида. Я иду в магазин, обращаюсь к производителю, да, или там через посредников. Сейчас же 3D-принтер. Ну, тут есть несколько моментов. Действительно, я могу напечатать себе товар, который мне нужен, и не ходить в магазин. Но если вспомнить, что происходило с фильмами, да и происходит, и с музыкой, то очень много пиратства, то есть нелицензированных копий. И это наносит ущерб интересам музыкантов, актеров. Опять, если вы будете себе печатать продукцию известных фирм, и, соответственно, кто-то не получит положенного ему гонорара. Это может также нанести ущерб производству запчастей. В первую очередь, автомобильных запчастей. Но я думаю, что люди даже, если они все поголовно обзаведутся принтерами, все равно будут покупать друг другу подарки. Есть определенное удовольствие в том, чтобы пойти в магазин, выбрать товар, попросить его красиво упаковать. Ну, хорошо, будет еще проблема у тех, кто будет пользоваться 3D-принтерами. Например, вирус в компьютер забрался, хотел распечатать автомобиль, а распечатывал велосипед, теперь ездил на велосипеде. Доктор Вилли Авраам, большое спасибо. Спасибо большое. Спасибо.